Известно, что у каждой семьи есть своя живая душа, в которой есть и цветущий райский сад, и родники живой воды, и могучие деревья, уходящие ветвями высоко в небо, а корнями глубоко в землю. В канун Международного дня семьи, который отмечается ежегодно 15 мая, наши корреспонденты расскажут об одной из многодетных семей нашего района – дружной, гостеприимной и трудолюбивой. Многодетные матери, дочери Бога, вы красавицы мира и радости небес, улыбаетесь мило и смотрите строго, сохраняя спокойствие детских сердец. Постоянно средь звона родных голосочков вы несете свой подвиг любви и добра, расцветая душой среди хрупких цветочков, отдаете вы им весь свой кладезь тепла. Не легко вам порой, а порой даже сложно. Все дела, да заботы, и надо терпеть. И вы терпите молча, и правите мудро. Вам ведь многое надо в жизни успеть. Меняются времена, нравы, семимильными шагами двигается вперед научно-технический прогресс. Но во все времена непреложной ценностью остается семья. И все сокровища мира не стоят нежной улыбки ребенка и поцелуя супруги. Ради семьи мы готовы на любые подвиги. И именно в семье находим радость, спокойствие и гармонию. Именно семья дает нам силы жить и творить, радоваться каждому проявлению жизни. Семьи, в которых воспитываются приемные дети, ничем не отличаются от остальных. Но и есть в них что-то неуловимо волшебное, доброе и чуткое. К одной из таких семей мы сегодня попросились в гости. В городе Славинске-на-Кубани живет семья Мунтян, Татьяны Николаевны и Анатолия Ивановича. Трогательная, дружная, активная семья. Дом – полная чаша. Взрослый сын Виктор, подрастает маленькая Виктория. Казалось бы, что еще нужно? Но давайте обо всем по порядку. Супруги Мунтян познакомились в 1995 году. Семейный быт налажен, но мысль о многодетной семье не давала покоя. Однажды на семейном совете решили, что есть дети, которым нужна семья, дом, тепло, ласка. Я всегда хотела иметь деток. Кому что дано? Мне дано терпение, любовь. Я хочу поделиться с детками, с другими. Так в 2013 году в доме появилась Света. Худенькая, маленькая, она сразу стала родной и любимой. Приемные родители старались уделить ей как можно больше внимания, учить красиво одеваться, помогать маме по дому, готовить еду и, самое главное, чувствовать себя необходимой. Света очень веселая, любознательная, активная, жизнерадостная, любит внимание. Светочка очень светлый человек, очень жизнерадостный, очень жизнь любит во всех проявлениях. Это отличает ее от всех других деток. То есть у нее минимум негатива. Она очень позитивный человек. Вот Света светлая, светлая, радостная. И опять жизнь вошла в привычное русло. Дом, работа, семья, совместные ужины, прогулки и поездки. Однажды Татьяна Николаевна узнала о двоих детях, Ире и Игоре, которые воспитывались в славянской школе-интернате. И снова семейный совет единогласно постановил – зовем ребят жить к нам домой. Так многодетная семья стала еще богаче. А как не гордиться родителям своими детьми? Ира, студентка славянского сельскохозяйственного техникума, хорошо поет, танцует, увлекается рукоделием. Конечно, первое какое-то ощущение было, кто эти люди, что. Потом уже, когда ты заходишь в дом, и какое-то такое ощущение, что ты заходишь в родной дом. Вот с самых первых дней, что ты пришел именно туда, где тебя будут ждать, любить и радоваться тебе и твоим успехам. Часто собираемся в волейбол играть в Северном парке. Играем в волейбол с семьей собираемся. Да по дому что-то делаем. С мамой очень любим готовить. Сладкое особенно что-то. Игорь – ласковый и добрый подросток. Старается во всем помогать отцу и быть первым защитником сестрам. А их у него целых три. Игорь учится в восьмом классе. Увлекается спортом – волейбол, баскетбол, футбол. Светлана учится в шестом классе. Увлекается танцами, вышивкой, шитьем. Не забывают родители и о духовно-нравственном воспитании детей. Семья постоянно путешествует по местам боевой славы, по святым местам Кубани. Семья неоднократно участвовала в творческих конкурсах. А в 2016 году стала победителем сначала муниципального этапа краевого творческого конкурса замещающих семей. А потом изонального этапа. Здоровый кураж, целеустремленность, стремление к самосовершенствованию. Вот цель семьи Мунтян. Несомненно, у каждого человека должен быть дом и не просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, какой он есть. Место, где человеку тепло и уютно. Вот такой дом и удалось построить супругам Мунтян и их замечательным детям – Виктору, Ирине, Игорю, Светлане, Виктории. Каждый член семьи вложил по своему кирпичику, чтобы стены были крепкими и надёжными, чтобы смогли уберечь от всех невзгод и ненастий, чтобы всем было тепло и уютно. Вот таким и должен быть настоящий дом. И хочется встретиться с этой семьёй ещё раз, лет через 10, и узнать, как живут эти добрые, светлые люди с огромным любящим сердцем и неравнодушным взглядом. И поэтому мы говорим до новых встреч.